Всем привет! С вами Ольга Елисеева. Приготовим сахалинскую киту горячего копчения в коптильне Ханхи-4. Так как в коптильне установлен фильтрующий элемент, рыбка получается ароматная, нежная, просто замечательная. Обзор коптильни есть на нашем канале, я рекомендую вам посмотреть этот ролик. Процесс засолки вы сейчас увидите, а рыбка у меня крупная, полтора-два с половиной килограмма. Рыба глубокой заморозки, поэтому промораживать ее дополнительно не нужно. Размораживайте обязательно такую рыбу в холодильнике, вам не нужно чтобы резко она оттаивала, потому что тогда рыба испортится, а нам нужна такая плотненькая хорошая текстура после копчения. Ну а специи подобрать можно по вкусу. Я например возьму небольшое количество классических специй. Это специи для засолки сала. Вот такие пакетики написано. Здесь черные перцы входят, красная паприка. Такие же пакетики продаются именно для засолки рыбы. Плюс-минус там состав примерно одинаковый. Перебивать вкусом специй качественную рыбу не стоит. Например можно засолить какую-то другую рыбку, которая более любит пряные специи. Например селедку. Селедка очень любит ароматные травки и специи. Поэтому в следующий раз мы планируем сделать именно сельдь горячего и холодного копчения с добавлением ароматных специй. Рыбы у меня получилось 11 килограмм. Значит я возьму 330 грамм соли пополам. Буду делать сегодня половину нитритной, половину поваренной пищевой соли. 165 грамм пищевой поваренной и 165 грамм нитритной соли. Сахара нужно будет взять 110 грамм. Вообще желательно сахар брать тростниковый коричневый. Он просто более имеет мягкий вкус. Мне он лично больше нравится. Просто по наличию его сейчас под руками не оказалось. Опционально при копчении используется натуральный краситель анато. Если он у вас есть, вы можете добавить 1-2 грамма на килограмм сырья. Я лично буду использовать 1 грамм на килограмм сырья. Соответственно я отвешу 11 грамм натурального красителя анато. На вкус абсолютно краситель не влияет, но делает равномерный окрас. Я взял 30 грамм специи. Сейчас также ее перемешаю вместе с солью и добавлю сюда же краситель анато. Потому что если мы внесем сейчас анато небольшое количество на рыбу, то он просто может пятнами впитаться. Поэтому лучше распределяйте его либо по соли, либо добавляйте в небольшое количество воды и уже наносите на свой продукт. Это нужно смотреть конкретно от засола, просола, то есть то, что вы готовите. Каждая рыба весит от 1,5 до 2 килограмм. Просаливать я буду от 3 суток до 5. Поэтому учитывайте этот фактор. Больше соли она не впитает, друзья, потому что мы вносим соль по закладке. Каждую рыбку внутри просаливаем, смазываем всеми вот этими специями, солью. Вот сверху укладываем второй слой рыбки. И потом уже каждые сутки, когда у вас появляется время, естественно вы входите в холодильник и переворачиваете. То есть та рыбка, которая у вас лежала снизу, вы поднимаете ее наверх. Вот эта рыбка даже еще немножко прям подмороженная, но сейчас она растает. Вы можете заметить, как равномерно у нас распределяется соль и краситель натуральный. Вы поняли, да, разницу в чем? Если бы мы просто сверху наливали, вам просто бы не хватило бы этих 11 грамм красителя, чтобы распределить на всю рыбу. А так с помощью соли, видите, да, все равномерно распределяется по всем-всем рыбкам. Ребят, ну пока вам тут все объяснял, забыл добавить сахар 110 грамм. Точнее он у меня в баночке стоял, отвешенный. Сейчас я его также равномерно пересыпаю на рыбку. Помогает мне Ольга, потому что я вам все это действие снимаю, показываю. Посмотрите, как все это красиво выглядит. Все нанесли мы также равномерно сахар по всем рыбкам. И у нас получилось вот такие две емкости. Смотрите, что можно сделать. Если у вас она глубокая емкость, ну положите в одну. И сверху просто стретч-пленочкой закутываем, заматываем и ставим в холодильную камеру. Во время просаливания будет образовываться тузлук. И вот если вы потом будете засаливать следующую партию рыбы, не выливайте его, потому что в нем ферментные препараты, рыбы уже будут содержаться. И у вас следующая партия рыбы будет еще вкуснее. Кстати, использование стартеров, такие же, как при засолке мяса, при засаливании мяса, тоже можно использовать. Друзья, я хочу также поэкспериментировать. Сейчас я заказал стартера. И следующие видеоролики, когда я попробую именно со стартовыми культурами просолить рыбу, завялить ее, я поделюсь с вами тогда уже результатом. Рыбка просаливалась трое суток. Это вполне достаточно для горячего копчения. Сейчас я рыбку переверну. Оставшая часть рыбки у меня пойдет на холодное копчение. Такая красота. Сейчас разрежу ее пополам, чтобы она у меня поместилась в коптильне. И смотрите, какая жирненькая рыбка. Какая она красавица. Такая она большая, сытная, красивая. Вот что красивая, то красивая, ребят. Классно. А когда красиво, тогда и хочется сразу попробовать. Смотрите. Ребят, у меня есть пленка целлюлозная. Это специальная пленка, которая подходит для копчения. Она специальная. Она пропускает дымочек. Поэтому эту рыбку я больше куски буду заворачивать именно в нее. А один кусочек я оставлю, чтобы мы посмотрели, какой получится кусочек, когда мы не заворачиваем. Если у вас нет такой пленочки, можете делать без нее. Но я сегодня буду делать с ней, потому что и влага, вот эти соки, которые содержатся в рыбе, остаются больше, когда мы делаем в пленочке. Но если нет пленки, пожалуйста, делаем без пленочки. Такую пленку целлюлозную я использую для приготовления мясных рулетов, ветчины. И она также подходит для сыровялки. Еще в такой пленке делают колбасный сыр. Посмотрите, сколько остается туз лука. Смотрите, ребят, если вы будете коптить сразу, вернее, засаливать рыбку в ближайшее время, то этот рассол не выливайте. Он вам пригодится для просаливания следующей партии рыбки. И рыба ваша получится еще ароматнее и вкуснее. Отрезала небольшой кусочек, сполоснула его, попробовали. Вы знаете, уже можно кушать с бутербродами, намазать на хлебушек тоненький слой маслица. И вообще класс! Ну что, замечательная рыба. Она сама по себе вообще, вы видите, какая качественная, классная. Поэтому только просолите и приготовить сыровялкой, вернее, холодным копчением или горячим копчением, как уже тоже в вашей душе угодно. Но я сейчас эту рыбку споласкиваю от соли, от вот этого рассола, разрезаем пополам, заворачиваю в пленочку и отправляем коптить. Ребят, использую мега острый нож. Будьте аккуратнее, когда разделываете рыбу или другие продукты. Сейчас попробуем, как в толщине рыба просолилась. Ребят, как раз хочу заострить внимание. Вот в толщине попробовали рыбку, она еще малосоленая. Но для горячего копчения она вполне проходит. Она проходит тепловую обработку и полностью приготовляется. Поэтому для горячего копчения трое суток будет достаточно. А на холодное копчение рыбка солится дольше, 7 суток и более. Смотрите, у хвоста цвет внутри мяса немножечко другой. Потому что она здесь рыбка уже потоньше. Соответственно, здесь уже больше будет в ней соли. Ребята, а эта вот рыбка вот сверху просолилась. Посмотрите, она красная. Здесь она и толстая, и просоленная. Но вообще обалденная. Красота. Текстура этой рыбы просто тает во рту. Настолько классная эта кита сахалинская. Просто супер. Набор всех специй, компонентов, которые мы добавили. А особенно сахар. Просто вот идеальный. Вот 110 грамм на 11 килограмм. Просто супер. Вот это получается 1%. Замечательный посол. Отчетливо слышатся все вкусы. Всю рецептуру, соответственно, пропишем внизу в описании под видеороликом. Ребят, не переборщите со специями, потому что рыба сама по себе изумительная. О, а это вообще, посмотрите, красная просолилась. Это рыбешка где-то 1,470 кг я взвешивала. Ну, посмотрите, ну красотища. Ну, вся красненькая, ровненькая. Видите, один слой проложила. Все просто. Она залепляется. Также вот друг на друга, когда вы складываете пленочка на пленочку, она от влаги тоже соприкасается и никуда не девается. Хвостик у меня открытый. Хвостик нам только здесь дырочку сделаем и подвесим. Как бы не нужно его заматывать. Вот такими вот кусочками. Еще такой момент. Перед копчением горячим дайте рыбке обветриться буквально 2 часа. Или промокните ее просто салфеточкой, чтобы вот эта вся влага, которая на рыбке содержится после того, как вы обмыли с нее рассол, она стала посуше. И все. И отправляйте коптить. Благодаря пленочке наш продукт получается сочнее и сразу готов к копчению. У меня получается 5 кусочков пленочки и одна будет без пленочки. Красиво, равномерно я распределила рыбу. Видите, хвостики у меня вверху. Как я вам сказала, что нужно рыбку подержать при комнатной температуре. Это будет у нас идти процесс отепления. Рыбка наша согреется. Температура ее должна составлять от 16 до 20 градусов. Температура в камере во время приготовления 75-80 градусов. Температура готового продукта должна составлять 60, максимум 65 градусов. Далее мы отключаем плиту и выдерживаем с отключенной плитой 20-30 минут. Открываем крышку, вынимаем нашу рыбку, наш продукт и он у нас охлаждается. Конечно, рыбку хочется попробовать сразу, но наиболее вкусная она будет уже на следующий день, после того, как остынет и побудет в холодильнике. По количеству щепы вы можете регулировать. Например, добавить совсем мало-мало щепы и у вас будет запеченная рыба и вы можете кушать сразу. Бегу передавать рыбку на копчение Антону. Прежде чем начать копчение рыбы, подготавливаем заново коптильню. Коптильня подготавливается аналогичным способом, как и предыдущие копчения. То есть сначала мы засыпаем небольшое количество щепы. Сюда вмещается где-то грамм 100. Больше щепы ложить и не нужно, ребята, потому что это горячее копчение. Вы все знаете прекрасно, вы пишете многие в комментариях, что горячее копчение таким образом это опасно, это вредно. Ребят, ну давайте объективно смотреть. Разные коптильни. Вы пробовали коптить именно на вот этой коптильне Ханхи-4? Те, кто это пишет, скорее всего не имели опыт копчения. Так же, как и у меня, были аналогичные коптильни, в которых не было фильтрующего элемента циолита. То есть вот сюда мы добавляем еще фильтрующие камешки и снизу дым проходит и фильтруется. Именно поэтому на кухне нету вони и плюс мы соблюдаем температурные режимы. В основном я не превышаю 85 градусов внутри коптильни. За это время, пока 85 набирается, у меня уже продукт приготовляется внутри. А щепа тлеет в первые 30-60 минут. Весь сок, жир от продукта не капает на угли. То есть он не горит. У нас вот эта подложка, поддон, застилается фольгой. Снизу есть пространство для тления щепы. То есть это отдельная емкость. Все. У нас плотно, плотно все герметично внутри коптильни. И дым проходит только вот через это сито. То есть чистый очищенный дым, небольшое вот это количество, которое достаточно для копчения продукта. Но продукт получается очень вкусным. Без кислоты. Вот знаете, такие есть коптильни. Ребят, я столько роликов посмотрел вот на аналогичных коптильнях. Там просто пожар. Там можно пожарников вызывать, как люди коптят. Ребят, это не в обиду. Но в этой коптильне все происходит на кухне. И можно это делать даже без вытяжки. Это я уже говорю вам просто по своим наблюдениям и опыту. Я сегодня даже взял умышленно меньше камушков. Потому что в тот раз в прошлый, когда я коптил сервелат, я насыпал побольше. И у меня прям получился такой тончайший-тончайший аромат. Это классно для сервелата. На самом деле, вот сегодня я хочу рыбку горячим способом подкоптить. Чтобы она была более ароматная. То есть более насыщенные клубы дыма были. Фольгу я использую для того, чтобы было просто удобнее чистить коптильню. Мыть поднос. Потому что фольгу вы выкинули. Подносик быстренько с моющим средством протерли. И он у вас чистый, не пригорает. Устанавливаем сверху зонтик, который защищает камушки от жира. И уже устанавливаем потом решеточку. Вот так. Сквозь эту решеточку, вы видите, проходит и жар, также и дым. Вообще, я хочу обратить внимание на особенность этой коптильни Ханхи-4. В том, что прям при полной загрузке, это я могу сказать по сервелату, у меня была мысль достать пару батонов и все-таки не забивать плотно коптильню. Но я решил попробовать и сервелат весь приготовился. То есть, это видно было по термометру, это видно было по термощупу, который вставлен был в середине сервелата, что приготовление идет равномерно. Друзья, вот за 4 часа я получил полную коптильню колбасы в домашних условиях. Поэтому делайте выводы эту колбасу. Вы также можете посмотреть, как мы готовили на нашем канале. Там все очевидно, все просто, мы объясняли, как делать. И я думаю, вопросов даже там не останется. Почему? Что, возможно, в домашних условиях набивка руками и оправдывает наши ожидания. Но если вы хотите, допустим, сделать прям еще плотнее, чтобы у вас никаких ни дырочек, ничего внутри батона, то используйте, пожалуйста, шприц. Вам никто не запрещает, не воспрещается. Сначала приобрели коптильню, потом можно все докупить уже со временем. Например, вот такие приборы, термощупы, ребят, это расходники. Я их тоже меняю. Просто многие пишут, что вот выходит из строя туда-сюда. Ну да, ребят, вот эти щупы бывают, что выходят из строя. Вот это у меня, наверное, уже пятый термощуп. Понимаете? Ну кто как использует. Ну если вы коптите, например, раз в неделю, может быть, пару раз в месяц, у вас такой термощуп, может быть, и год, и два, и три прослужит. Понимаете? Если вы его используете и туда, и сюда, ну что поделать. Сейчас это, в принципе, все доступно на сайтах. Можно на любых подобрать себе, какой хотите. И с радиоуправлением, и на Wi-Fi, и на Bluetooth. То есть выбор огромный. Но я всегда рекомендую вам иметь в запасе хотя бы один термощуп, потому что, ну не готовим мы по времени. Поймите, если вы какой-то продукт уже готовили, вы знаете, сколько он готовится, и как он внутри приготовится. Но если вы не знаете, ребят, ну обязательно нужен второй термощуп, чтобы один у нас контролировал температуру, второй у нас контролировал температуру внутри продукта. Все. Тогда у вас все будет точно понятно, все точно готово. И вкусно. И главное, безопасно. Поместили рыбу в коптильню, добавили воды в гидрозатвор. Плитка у меня включена на 1,8 кВт. Это уже проверенное значение для моей плитки. Все. Начался процесс нагревания, и сейчас пойдет легкий аромат дымка, потому что щепа начнет тлеть. Температура на начало копчения составила 16 градусов. То есть рыба отеплилась до 16 градусов внутри. Термометр прозвенел, 66 градусов сейчас внутри рыбки. Печку мы отключили, 20 минут ждем. Общее время приготовления и копчения рыбы заняло 2 часа 40 минут. Температура внутри камеры достигла 72 градуса. Это просто для общего понимания, какая температура у меня была внутри коптильни. В разных таблицах дается разная информация. Соответственно, когда у нас сворачивается белок у рыбы, сворачивается белок у возможных каких-то там неприятелей, которые могли присутствовать в рыбе. Все. Соответственно, рыба безопасна. Именно просто из-за продукта уже люди написали эти таблицы по приготовлению. На мой взгляд, оптимальная температура для рыбки 62-65. Ну, пробовал я так и нам так нравится. Для мяса птицы, вот для индюшки 74 оптимально. Мы тоже это проверяли и в том сезоне уже и в этом готовили. Возможно, исходя из сорта рыбы, вам захочется поэкспериментировать, запечь рыбу, например, при более высоких температурах. Да, пожалуйста, пробуйте. Ну, вот я считаю, что, ну, прям, знаете, практически тютя в тютю сходится с таблицами по приготовлению и копчению. Таблицы я также брал в интернете, смотрел. Поэтому вы, друзья, можете разностороннюю информацию также для себя отмечать, заходить в разные источники. Я это рекомендую делать. И уже, чтобы у вас была общая концепция вот для своего блюда. Просто замечательно и равномерно происходит копчение в этой коптильне, ребят. Я вам уже это говорил и в предыдущем ролике. Ну, вот, смотрите, открыл крышку. Сейчас вот эти вот клубы пара, естественно, они выйдут. Я оставлю рыбу сейчас в покое и просто вот дам ей постоять еще минуточек 5 и достаю уже на проветривание. У меня вот здесь, ну, в пределах где-то 20 градусов. Она у меня прикомнатной сейчас остынет и далее я ее занесу в холодильник. Ну, смотрите, по-моему, это просто шедевр, ребят. Ну, это класс. Влаги. Влаги на поддоне нету. Рыбка до этого отвиселась у нас перед копчением. Посмотрите, вот которая рыбка в пленочке, она также красиво имеет цвет. Вот эта контрольная рыба, кстати, по которой я и мерил температуру, она у нас без пленочки. Никакой абсолютно гари не было, друзья. Вот сквозь вот эти вот пакетики, да, пленку пищевую, специальную пленку для копчения проходит и аромат дыма, и цвет образования. Емкость в действительности герметична. И парообразование, которое внутри происходит, оно готовит продукт. Продукт получается сочным. Вот мы готовили сервелат, друзья. Вот, ну, казалось бы, да, колбаса это сложный продукт. Ну, мы говорим сейчас о домашнем приготовлении, о домашнем варианте, ну, нивелируя, да, вот какие-то там процессы происходящие, как можем, так и максимально сделали их хорошими. И вот когда это все находится в емкости герметичной, пар никуда не уходит. То есть вот это вот получается в собственном соку, в собственном паре, который есть вот в продукте, влага, да, она сохраняется внутри, и она не улетучивается. Она потихонечку уходит, естественно, через шланг, какой-то процент, какая-то часть. Но продукт готовится равномерно, друзья. И это вот уже спустя несколько копчений я могу вам, ну, с уверенностью сказать, будь то это запекание, ну, хотите без щепы из, пожалуйста, сделайте просто запеченный продукт, добавьте там буквально, ну, капельку щепы, ну, просто для аромата. Вот. Не будет у вас никакого вреда, у вас будет просто правильно приготовленный продукт. Причем это приготовление, оно намного вкуснее, нежели, ну, обычное запекание при высоких температурах. И вот касаемо пленки, друзья, если вы хотите, чтобы у вас и продукт, как бы, лежал в холодильнике уже и выглядел покрасивее, и завернуть, например, в крафтовую бумагу, продать этот кусочек рыбы, то я думаю, что пленку использовать все-таки нужно. Визуально красивее рыба выглядит. Вот согласитесь, вот когда она в пакете, то есть завернули ее в бумажечку, человек ее дома открыл, у него идет вот такая вторая упаковка, которая в том числе также сохраняет рыбу при нахождении ее в холодильнике. Правильно? Правильно. Все. Вы кусок отрезали, дальше у вас рыбка также упакованная лежит. Очень удобно, очень практично. Вот эта пленка, она, ну, не тех денег стоит, чтобы на ней экономить, друзья. Ровно одни сутки прошли. Наша рыбка полностью остыла, стабилизировалась. Вкус в ней полностью разошелся. И вы посмотрите, какая она внутри. Давайте разрежем рыбку, которая была без целлюлозной пленки. Вот, знаете, вот вкус соли разошелся. Вот через сутки он стал более сбалансированный, однородный. Рыбка уплотнилась. Она просто выглядит очень аппетитная, ароматная, красивая. И посмотрите, насколько классно здесь вот уместно, вот эта целлюлозная упаковка. Вся рыбка подтянутая. Каждый кусочек, как говорится, в индивидуальной упаковочке. Все красиво веревочкой завязано. Пожалуйста, такой классный кусок рыбы можно преподнести в подарок маме, папе, сестре, брату. Или просто для себя. Сделать просто такую красоту для себя, для своей семьи. Я считаю, что эта рыбка, вот этот рецепт приготовления, настолько сбалансировано, все по вкусу, по режимам температурным. Просто шикарный результат. Мне очень понравился. Я уверена, что если будете делать вы по этому рецепту, вы тоже оцените и скажете, Ольга, спасибо огромное вам с Антоном, что делитесь такими простыми рецептами. Вот честно, вот от всей души, вот говорю вам, вот правда, ну настолько классно. Смотрите, вот он еще один кусочек. Все готово, все красиво, все аппетитно, просто обалденно. Ребят, вы помните, что коптильня, это не только мы взяли какой-то продукт и закоптили. Это цикл приготовления. Вы можете приготовить буженину, сделать сервелат, сделать рыбку. И получается, что вы и приготавливаете, причем на режимах каких, происходит ферментация продукции. И от этого этот продукт получается намного вкуснее. Просто изюм. Ну и соответственно, он уже у вас проходит в стадии копчения. Ну а щепу вы добавляете сами. Хотите поядренее вкус, добавьте побольше. Хотите слегка вот сделать, вот придать просто ноточки, но добавьте вы совсем немножечко щепы. То, что в коптильне установлен фильтрующий элемент, вот эти камушки, которые мы закладываем, именно в них вот собирается вся вот, все негативные вот эти вот частички, вещества, все они собирают и получаются на выходе чистый дымочек, который обволакивает продукт. Мы готовили такие большие объемы сервелата. Вот сервелат, вы видели ролик на нашем канале, сервелат с сыром. Ну 5 килограмм фарша. Мы реально просто взяли в нее, поместили 9 батонов сервелата. 9 батонов колбасы получили. Сейчас мы получили 3 большие рыбехи, разрезали, мы их закоптили. Посмотрите, какой приятный цвет рыбы. Настолько она классная, волокнистая. От костей отделяется очень просто. Кстати, ребят, на основе этой рыбки можно ее не просто так взять и схряпать, да, как говорится. Можно сделать какой-то соус, например, добавить в блендере, переблендерить какой-нибудь замечательной специи, сделать на основе этой рыбки соус. Можно нарезать аккуратненько и подать, например, к столу к бутербродам. Можно на основе этой рыбки сделать какой-то салат. Тут уже включайте свою фантазию. У меня спрашивают, а может быть тут будет что-то переваренное или что-то недоваренное или что-то сырое. Ребят, настолько все деликатно, вот все на высшем уровне. Как вот вы пришли в ресторан, вот шеф-повар для вас старался, там вот все делал по фэншуи. Вот то же самое здесь происходит в этой коптильне с продукцией. Ничего не переварено. Давайте по-простому. Килограмм рыбы стоит, деликатесная рыба в отделе, в специальном, где рыбка продается в среднем полторы тысячи рублей. Коптильня стоит восемь тысяч рублей. Вы берете самую классную рыбу, которой ваша душа желает, самую дорогую рыбу, и готовите дома, как вы желаете. Делаете ее по рецепту, и вы получаете в итоге просто потрясающий результат, вкусный результат. Вы накормите всю семью, еще, может быть, даже какой-то кусок продадите там своему товарищу, или в качестве какого-то подарка преподнесете. Окупаемость просто раз-два и обчелся. За три раза приготовления вы уже окупите и коптильню, и накормите свою семью деликатесами. Короче, одни плюшки у вас получаются. И тем более, что она настолько компактная, что места для этой коптилки хватит в доме для любой, и в квартире, у любой хозяйки или хозяина. Вот честно вам говорю, коптильный Ханхи-4 мы довольны с Антоном на все 100%. Ну, а что приготовить в следующих видеороликах, мы подумаем, и обязательно поделимся рецептом приготовления с вами. Этот рецепт мы вам пропишем в описании под видеороликом. Ссылочки на эту замечательную домашнюю коптильню Ханхи-4 будет также в описании под видеороликом. Переходите, смотрите, приценивайтесь. А мы будем дальше готовить рецепты и делиться с вами. С вами была Ольга Елисеева. До новых встреч и всего вам самого вкусного и доброго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok